Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Годовщина смерти Ардена Шелифяна. Интервью с героем Арцаха, генерал-майором вооруженных сил Республики Армения Аркадем Терта-Довусяном. Защитник прав человека сообщил, что Азербайджан поджег не менее 1815 гектаров леса в Арцахе. Армия обороны Арцаха нанесла ощутимые потери врагу. В октябре 2020 года Азербайджан закупил у Турции вооружение на 101 миллионов долларов. Двухтысячелетнее дерево, растущее в Ардвине, является самым старым грушевым деревом в мире. Доходы от продаж в фотографии Первой Арцахской войны будут использованы на нужды Третьей войны. Сегодня Президентский совет Западной Армении, Национальный совет, правительство и парламент Западной Армении с глубокой скорбью сообщают о первой годовщине безвременной кончины сына Макартыча и Ерджаник, господина Ардена Шелифяна. Арден Шелифян был родом из Муша. Родился 25.09.1951 года и вырос в Константинополе. Окончил университет Лозанны в Швейцарии. Имеет степень доктора экономики и помог своими знаниями в различных финансовых и производственных компаниях по всему миру. Более 12 лет он занимал должность главного консультанта в компании Франк Мюллер в Женеве, а также являлся членом и председателем Совета директоров Арцахбанка. Арден Шелифян был членом Президентского совета Западной Армении, основателем государственного телевидения Западной Армении. На протяжении всей своей жизни он работал над восстановлением прав армянского народа и защитой суверенитета и прав западноармянского государства. Президент фонда Митани Арден Шелифян является инициатором многих книг по древней истории армянского народа. Главной и основной заботой для него было восстановление исторической правды армянского народа. Арден Шелифян – экономист, интеллектуал, историк, полиглот, правозащитник, государственный деятель, ревностный защитник и просто человек из Западной Армении, который внезапно покинул нас. Два дня назад он все еще работал над организацией работы столетия Сербского договора. Сегодня Президентский совет Западной Армении, Национальный совет, правительство и парламент Западной Армении единодушно выражают соболезнования жене, детям, семье и друзьям господина Ардена Шелифяна. Покойся с миром, Арден Грекор Шелифян. До новой встречи. Армен Акабрамян – президент Республики Западной Армении. Государственный телеканал Западной Армении представляет интервью с Аркадием Тертадавусяном, командосом Героем Арцаха и командующим операцией по освобождению Шуши. В интервью господин Тертадавусян рассказал о нынешней военной ситуации и провел параллели между нынешним состоянием Арцаха и боевыми действиями 1990-х годов. Генерал также отметил важность участия всех армян в этой войне. В последние дни параллельно с обстрелами населенных пунктов азербайджанские вооруженные силы целенаправленно поджигают лесные массивы Арцаха. По предварительным данным, в основном с применением запрещенных снарядов с белым фосфором. Об этом говорится в сообщении Офиса защитника прав человека Арцаха. В рамках миссии по установлению фактов защитника прав человека в Арцахе выяснилось, что умышленный поджог лесов Арцаха-Азербайджанская сторона широко распространен и охватывает все регионы. По предварительной информации, уже подожжено 1815 гектаров лесных массивов. Но пожары продолжаются в разных местах, есть тенденция к быстрым темпам распространения. Омбудсмен подчеркивает, что умышленный поджог арцахских лесов вооруженными силами Азербайджана является военным преступлением и призывает международное сообщество предпринять практические шаги для осуждения азербайджанских преступлений и наказания виновных, говорится в сообщении. Войска армии обороны в ночь на 3 ноября вели оборонительные бои на восточном, юго-восточном и южном направлениях, сообщили новости Армении на тунюс.ем в АО Арцаха. Прицельным огнем наших подразделений на указанных участках уничтожены обнаруженные автомобильная техника, живая сила, а также один танк. На небольшом участке линии фронта в восточном направлении, исходя из стратегических соображений, силы армии обороны отошли назад, заняв более благоприятные для дальнейших боевых действий рубежи. Утром армия обороны прицельным огнем поразила вражескую технику и живую силу, пытавшиеся продвинуться вперед, причинив потери и вынудив отойти на исходные рубежи. Армейские подразделения подавили наступательную активность противника и на северном направлении. В настоящее время противник продолжает попытки развернуть тактическое преимущество в свою сторону. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую ситуацию. Турция резко увеличила экспорт оборонной продукции и военной авиации в Азербайджан. За последний месяц Азербайджан импортировал оборонную продукцию и военную авиацию на сумму 101 миллион 209 тысяч долларов. Об этом сообщает Армен Пресс со ссылкой на данные об экспорте на октябрь на официальном сайте Совета экспортеров Турции. Экспорт этого же сектора в Азербайджан за последние несколько месяцев составил. В июле 2020 года всего 278 тысяч долларов, в августе 36 миллионов долларов и 77 миллионов долларов в сентябре. В ходе агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, 27 сентября широко использовались турецкая авиация и военная техника. 29 сентября Республика Армения сообщила, что турецкий самолет F-16 сбил армянский Су-25. Азербайджанская сторона широко использует различные типы турецких беспилотных летательных аппаратов, в частности, Байрактар, ТБ-2 и четырехвинтовые квадрокоптеры Каргу. В свою очередь, армянские стороны неоднократно предоставляли информацию об уничтожении турецких беспилотников, в частности, более десятка беспилотников Байрактар. 2000-летнее грушевое дерево, растущее в деревне Йонжал в Ардвине в Западной Армении, может быть самым старым грушевым деревом в мире. Высота дерева 6,5 метра, диаметр 2 метра. Известно, что в США растет груша возрастом 410 лет, а в Румынии 610. Дерево в Ардвине – самое старое грушевое дерево в мире, которое все еще плодоносит. Это дерево необходимо зарегистрировать как охраняемое достояние человечества. Выставка фотографий Первой Арцахской войны и инициативы Министерства образования и науки Республики Армения «Цель поддержать воинов через культуру». Метод поддержки прост. Вся выручка от продажи, выходных билетов, плакатов и открыток будет перечислена во всеармянский фонд «Айастан». Особенно сегодня важно, что культурная жизнь в тылу не прекращалась, чтобы люди могли наполнить свою повседневную жизнь искусством. Конечно, напоминаю себе, что сегодня очень сложная ситуация, но в то же время искусство – это способ облегчить даже самую сильную боль, говорит автор инициативы. Среди представленных фотографий представлено 29 работ. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Татев Еркчакхумб. Татев Еркчакхумб. Полная версия видео представлена на официальном сайте. Татев Еркчакхумб. Оставайтесь с миром!